Варгейм Рус. Солдатики, история и мобильниц. Варгейм Рус. Поздравляю всех подписчиков нашего канала Варгейм Рус, а также тех, кто им еще не стал. С наступившим 2021 годом! Желаю творческих успехов, и чтобы все мечты сбылись в этом году. Ну а мы же подведем итоги прошедшего года и поговорим о планах на будущий год. Отснято было 25 фильмов. Это меньше, чем в прошлом году, но качество работы возросло. Быстро пробежимся по нашим фильмам. Начался 2020 год с заливки трех доработанных нами лекций Клима Жукова, в которых мы добавили карты, картинки и видеовставки. Суховатый рассказ Клима Саныча заиграл новыми красками. Делали мы это в попытках привлечь на канал новую аудиторию. Но признаюсь, что не сильно это помогло. На канале также вышло два наших фильма по тематике «Ледовое побоище». Это были фильмы с анализом поэмы Константина Симонова «Ледовое побоище» и зачитывание главы из этой поэмы, посвященной непосредственно бою русских с ливонцами. На канале мы продолжили тему пластилиновых боев, но вышло всего два фильма. В них были показаны масштабные сражения нашими игровыми солдатиками из 90-х годов 20-го века, когда мы с братом были еще детьми. На канале 15 февраля вышел фильм «Моего брата» про первобытных людей. Просмотров он набрал мало, но заслужил лестные отзывы от Станислава Трабашевского и Александра Соколова. Те, кто занимается изучением пещерных людей, отлично знают этих ученых и популяризаторов науки. Трабашевский дал несколько отдельных советов о первобытным людям и животным, обитающих на территории современной России в ледниковый период. Этим фильмом Александр Соколов поделился на своей странице, а это многого стоит. Вконтакте этот фильм набрал более 10 тысяч просмотров, а в ютубе всего лишь чуть больше тысячи. Это критически мало, хотя видео вышло-то стоящее. Также в феврале вышел фильм про карфагенскую кавалерию. Думаем, возвращаться или нет к теме карфагенян. Есть еще кое-что сказать про армию карфагена, но добротных конверсий моделей у нас уже нет. Могу разобрать набор карфагенской пехоты от звезды или наборы хэта. Если тематика эта интересна, то пишите в комментариях. Знаковым событием для нашего канала был выход фильма «Марафонская битва. Военно-исторический разбор. Сражение». Планы по созданию этой работы вынашивались долго, и поэтому получилось так хорошо. Фильм задрал планку качества видео для нашего канала на высокий уровень, и соответствовать ему теперь не всегда получается, но мы будем стараться. В фильме я разобрал и военно-политическую обстановку в начале греко-персидских войн, и стратегию, и тактику боя при марафоне. Мною были озвучены последние работы в данной области и выдвинуты ряд своих гипотез. Получился действительно уникальный фильм по информативности. Такого в Ютубе по данной тематике просто нет. После этого, на волне интереса зрителей к фильму про марафонскую битву, мы выпустили 4 работы по вооружению македонян и греков. Если видео про огнеметы греков сделал достаточно просто и небольшой по продолжительности, то фильмы про щиты, копья и шлемы являют собой добротные научные труды. Кто не видел эти работы и интересуется этим историческим периодом, обязательно посмотрите. Вполне возможно, откройте для себя массу нового и интересного. Пытались мы прощупать тематику средневековья и выпустили фильм про оружие Гоннам Даг фламандского ополчения. В преддверии выхода игры Total War 3 мы вернулись к мекенской тематике и создали серию из трех фильмов про Троянскую войну. Они дополняют уже существующие 4 фильма на нашем канале про мекенскую армию. Подписчикам фильм понравились и мы выпустили еще фильм в двух частях про Минотавра и Тисея, в котором разобрали миф с исторической точки зрения. Один фильм я сделал на политическую тему, разобрав поведение солдат и правоохранителей при подавлении народных бунтов и митингов. С братом сделали фильм про крылатых гусар и Речи Посполитой. Он создавал лирическую вставку, а я историческую справку и раздел про моделизм. В этой работе особо хорошо получилось смонтировать именно лирическую вставку. В видеоряд очень четко ложится на песню, передавая дух эпохи. Посмотрите. Стремясь улучшить качество звука в наших фильмах, мы приобрели в том числе и при помощи подписчиков новый микрофон. Про это был сделан небольшой фильм. Кстати, если вы сами имеете свой канал и делаете видео, то посмотрите этот фильм, он будет вам полезен. В конце года вышел фильм про мою коллекцию кавалерий Петра Первого. Долго не решался его сделать, так как создание данного фильма было труднозатратным. А вот будут ли его смотреть зрители, не совсем понятно. Ну и напоследок мы выпустили фильм про лучшие каналы на Ютубе по военно-исторической направленности. Видео вызвало много споров и обсуждений. Его посмотрело достаточно много зрителей для нашего канала. Не все планы на 2020 год сбылись. Доделать все фильмы по Северной войне не вышло, так как мы углубились в античность. Работа над двумя диорамами несколько приостановилась по техническим причинам, но рано или поздно она будет возобновлена. Тему Великой Отечественной войны мы так и не коснулись в этом году, но работа над фильмами уже началась. Мы планируем сделать ряд видео, посвященных Сталинградской битве. А именно про роль народного ополчения и милиции в этой Великой Битве на Волге. Мы отсняли за 4 дня видеоматериал с мест боев. Закупили военно-исторические миниатюры для создания виндеток на данную тему. Так что работа будет идти. И по мере получения результата мы будем вас с ней знакомить на нашем канале Wargame.Rus. Поговорим о планах на 2021 год. Планы про Сталинградскую битву я уже озвучил. Продолжим также темы Северной войны. Как минимум сделаю фильм про мою коллекцию русской пехоты. А там можно и к шведам переходить. Однозначно продолжим создание работ по вооружению греков и македонян. Осветим такие темы, как шлемы македонян. Предложим вниманию нашу гипотезу применения в бою с Алисой из царской гробницы в Виргинии. Покажем эллинские доспехи и тому подобное. При этом постараемся вывести работу на новый уровень визуализации, создавая более качественные мультипликационные вставки в фильме. В этом году вы это уже сможете посмотреть. Есть планы по раскрытию римской тематики? Так будем делать фильмы про сражения в Тевтоборском лесу и про гладиаторов. Нужно будет продолжить тему пластилиновых битв из нашего далекого детства. К тому же там события постепенно приближаются к масштабным сражениям. Планов достаточно много. Будем надеяться, что большинство из них будут реализованы. За последний год наш канал вырос с 800 до 2600 подписчиков. Неплохо. Но есть куда расти, особенно если поглядеть на другие каналы в той же нише Ютуба. Если вам нравятся наши фильмы, то подписывайтесь и не забывайте жать на колокольчик. Тогда вы будете получать уведомления о выходе новых фильмов на нашем канале. И не пропустите их. До новых встреч в 2021 году на нашем канале. Посмотрели видео? Напишите свое мнение в комментариях. Если понравился наш канал, поддержите его денежным переводом. Как это сделать найдете в описании к видео. Кликай по этим ссылкам и смотри интересные фильмы.